Эти кадры, как и всё, что произошло с Дугласом, уже история. Операции по возвращению в Красноярск борта, который пилотировал экипаж под командованием Максима Тюрикова, началась в 2016-м, спустя 69 лет после вынужденной посадки самолёта в Таймырской тундре. Тогда, благодаря действиям лётчиков, удалось избежать катастрофы. Правда, в итоге не все дожили до прихода спасательной группы. Сегодня дочь Максима Тюрикова вспоминает подвиг отца. Вообще, когда мы ещё были маленькие с братом, то у нас, правда, была такая мечта, что когда вырастим большим, мы обязательно придём на то место, где вот этот расположен самолёт остался. Что на олених упряжках, на самолётах, до Норильска, как-то дальше чуть ли не пешком, но мы обязательно вот эту мечту свою осуществим. И потом уже, когда в самолёте в самом я коснулась штурвала, который держали ещё руки моего отца, то мне так прямо и казалось, что где-то здесь он недалеко. Американский Дуглас попал к нам по программе «Ленд-Лиз» в 43-м. Несколько лет он возил грузы и пассажиров на север края. Один из таких, казалось бы, обычных рейсов и стал последним. Неполадка в двигателе и сложные погодные условия стали причиной трагедии. Эвакуация самолёта, растянувшаяся на два года, стала поистине уникальной операцией. Теперь воздушную машину нужно восстановить. Начало этой работе положено, но без помощи экспертов не обойтись. Мы работу приостановили по восстановлению и обратились в Министерство обороны Российской Федерации на имя Сергея Кружгетовича с просьбой поручить работу по ремонту узлов и восстановить самолёт специалистам, ближайшим к региону авиаремонтного предприятия Министерства обороны. Это в городе Канске находится. Спасение борта Тюрикова из тундры признано лучшей экспедицией в России. В конце прошлого года Владимир Путин наградил участников операции. Сегодня грамоты и благодарственные письма всем причастным вручил губернатор Александр Ус и рассказал о планах по созданию в Красноярске музея освоения Русского Севера. Он будет расположен на острове Молоково. Сейчас нужно разработать подробный проект и привлечь спонсоров. В таком центре, наверное, должна быть представлена и история с экспонатами, в том числе и Дугласом, который станет сердцем, стартом, что называется этим проектом, и наше современное достижение. Поэтому еще и еще раз спасибо искренне, не губернаторское, а человеческое спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы вложили в эту благородную экспедицию и свое сердце, и свою душу, и за то, что вы живете вот этой идеей сейчас. Я думаю, что у нас все получится. Отреставрированный Дуглас будет выглядеть примерно вот так, как эта модель. Планируется, что после того, как его восстановят, осмотреть уникальный борт можно будет не только снаружи, но и внутри. Самолет станет экспонатом и выставочным залом одновременно. Кстати, об истории этого воздушного судна даже подумывают снять фильм да такое, чтобы получилось на зависть Голливуду. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, Енисей, Новости.